Для этой тренировки не нужен какой-то специальный спортинвентарь, только стулья и степы. Лишние калории сжигаются под весом собственного тела. Мы подкачиваем ноги и нижнюю часть своего тела, плюс мы сжигаем максимальное количество калорий, и плюс это весело, это что-то новое, это отличается от всех остальных тренировок. Инструктор по зумбе говорит, что для желающих быстро сбросить перед отпуском пару лишних килограмм, эта программа оптимальна. Быстро видно результат занятий. У меня была девочка, которая занималась месяц, за месяц потеряла 15 сантиметров в талии. По стране кому тяжелее терять вес. Была девочка, которая просто поменяла питание, не кушала после тренировок и за полгода похудела на 5 килограмм. Фитнес нон-стоп. На марафоне представлены три новых направления в фитнесе. Программа ориентирована на любителей спорта всех уровней. Три тренировки абсолютно разной направленности рассчитаны как на новичков, так и на тех, кто занимается уже не первый год. Боди-арт – это уникальный функциональный тренинг, который представляет собой, на самом деле, микс пилатеса, стретчинга, йоги и функциональной тренировки. Программа зумба – это вообще бомбическая, эмоциональная, супер-гиперэмоциональная программа в стиле современных латиноамериканских танцев, которая заводит вас просто с полуоборота. И даже если вы не умеете танцевать, это не имеет никакого значения. Вы просто участвуя в процессе, уже теряете калории. Пилатес плюс пилатес инфинити – это программа, которая вытягивает ваш позвоночник, которая удлиняет ваши мышцы, которая восстанавливает вас после активных функциональных программ, но в то же время она точно так же корректирует все проблемные части вашего тела. Выдох, поворачиваем голову в левую сторону и под бородством обратно подойдем по груди. Выдох, в другую сторону. Поэтому и идёт в программе пилатес – тренировка самой последней. Релакс для тех, кто позанимался подряд зумбой и боди-артом и для тех, кто просто предпочитает пилатес. Галина Шподарева, Андрей Домовой, Агентство телевидения Новости. Галина Шподарева, Галина Шподарева. Продолжение следует...